Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых площадках, на рынках и снова обращаем внимание на то интересное, что случилось и произошло на рынке за последний торговый день. Перечень активов и инструментов у нас неизменный, стараемся охватить буквально все рынки, посмотреть, что интересного на них происходит. Начинаем мы, как всегда, с рынка черного золота. И здесь какое-то дежавю, если честно. Буквально день назад, даже в начале недели, мы с вами говорили про котировки 55 с небольшим по бренду. Именно на этих уровнях актив продолжает держаться и сейчас. И параллельно с этим, если нет у нас выраженного движения по рынку углеводородов, у нас нет стимула для того, чтобы отправить куда-нибудь рубль против американца. Поэтому пара юзерап у нас также держится сейчас чуть ниже отметки 60 рублей против американца. Что касается рынка нефти. Если мы посмотрим в целом на дневке, мы сможем увидеть, как день был закрыт с минусом. С небольшим, можно даже сказать, символичным. А вот фундамент, он в пользу распродаж. Только крепчает, и это хорошо, потому что как раз именно снижение нефти нам и нужно. Напоминаю то, что накануне мы с вами следили за статистикой по запасам нефти США. Это американский институт нефти, который предваряет, ну в данном случае предварял уже отчет от официальных, скажем, сведений. Это от Миненерго США. По API мы с вами получили оценку того, что запасы выросли на 2,9 миллиона. И в целом могли надеяться на то, что официальная статистика будет в том же ключе. И были правы, потому что уже третью неделю подряд у нас официальные данные сигнализируют о том, что запасы растут. И Миненерго подтвердил, что за прошлой неделю они выросли на 2,8 миллиона баррелей в сутки. Я считаю то, что причина снижения или даже потенциал, который сейчас рынок накопил из-за таких макроэкономических данных, он будет раскрыт. А причина снижения, она станет все-таки большим путеводным, скажем, таким направлением для этого инструмента. Вот под закрытие этой недели я надеюсь, что хотя бы на следующей. Потому что уже пора бы актив притопить. Тем более, что из-за позитивных факторов, которые можно было бы отметить сейчас для всего рынка черного золота, это только то, что уже всем давно известно. Ну, да, те регионные страны, которые присоединились к сделке, соблюдают условия договоренности, корректируют добычу. Мы слышим комментарии со стороны представителей стран ОПЕК, в частности, последний комментарий Саудовской Аравии о том, что сделка будет крайне эффективна. Но, между прочим, помимо оптимистов, которые стараются использовать такой фундамент, чтобы усилить свое представление о том, что дальше будет только расти, есть и другая оценка такой риторики, и, в частности, медведи видят в ней только лишь констатацию того, что, наверное, могут говорить сейчас ближневосточные страны. Им нужно оправдать, скажем, свои действия, придать им хоть какую-то значимость. Как говорится, если сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот поэтому мы слышим такие пламенные высказывания о том, насколько эта сделка эффективна. Неэффективна она. Мы давно пришли к выводу, если бы сделка была эффективна, цена на нефть уже давно котировалась бы выше 60, и мы бы даже не подумывали о том, чтобы допускать возможность перевеса, опять же, в пользу рисков для этого актива, и говорить, что есть регионы, которые компенсируют и нейтрализуют этот эффект ограничения добычи. А под этими регионами отдельную ставку мы вот изо дня в день делаем уже на США. И я не просто так в начале этой недели сделал такое сравнение, что когда-то, под конец 2013-2014 году, у нас Соединенные Штаты Америки выступили, может быть, одним из основных факторов, точнее, рост добычи, для того снижения, которое и было проявлено на всем рынке ультодородов. Возможно, нечто подобное сейчас собирается тоже силами, тучи сгущаются, объемы добычи нефти растут, поскольку, в параллельном, в частности, со статистикой по запасам, вчера у нас была возможность узнать, сколько нефти было добыто в США за прошлую неделю. И я напоминаю отчет Администрации энергетической информации, когда нам говорили, что медианная оценка – это плюс 40 тысяч баррелей в месяц, в перспективе ближайших шести месяцев. За неделю только США увеличили производство на 17 тысяч. Здесь простая математика. Если, допустим, то, что столько же нефти будет добываться и дальше, ни больше, ни меньше, за месяц получается, то есть 17 умножаем на 4, это выше 50 тысяч баррелей. То есть, это за полгода мы увидим потенциально даже больше 300 тысяч по производству, что уж точно компенсирует весь положительный вклад от сделки ОПЕК. На этой неделе у нас еще Бейкер Хьюз. Давайте посмотрим за тем, сколько за прошлую неделю сланцевых производителей вернулись в этот бизнес. Я думаю, что мы можем уже в целом рассчитывать на то, что в ближайшее время этот показатель приблизится к 600 буровым, то есть количество терминалов. Поэтому продаем нефть, как и раньше. Рубль 59.40 стоит только Brenton оказаться ниже 55. Это своего рода такой психологический барьер сейчас для этого актива. Ну, на дневках уж точно видно, несмотря на фундамент, пока инструмент не может продавить эту планку. Как только убедимся в том, что не то чтобы основание, а рынок поверил, что этот фундамент стоит отыгрывать себе тогда, и рубль у нас окажется выше 60 против американца. Доллар японская иена. Котировки сейчас по 13.40. В целом, американец продолжает быть довольно-таки интересным активом. Возможно, даже самым интересным, но если закрыть глаза на фунт, потому что фунт у нас продолжает ролировать, как мы ожидали, от конференции ТРЗМ и решения Верховного суда. Но фунт – это тот актив, который обращает внимание на национальный фундамент. А доллар – это идея глобальная сейчас. И именно доллар имеет хороший фундамент для роста, именно исходя из тех реформ, которые мы ожидаем от Трампа. Если мы сейчас посмотрим на ключевые стимулы, которыми можно оправдать восходящее движение американской валюты против всего спектра инструментов, то здесь, конечно же, доходности американских бумаг. Я хочу отметить то, что у нас есть здесь определенная прогрессия, скажем. И она связана с тем, что доходности десятилеток, наконец-таки, оттолкнулись от своих минимальных значений. И, в частности, вот я выписал последнюю цифру. Ну, сейчас, правда, чуть пониже. Но доходность 2,53. Это, между прочим, максимальный уровень с 28 декабря. И мы видим снова интерес к этим бумагам. Мы видим, как доллар копит силы. Опять же, еще до того, как Трамп начал делать то, что обещал. То есть, возможно, такие ожидания приведут к еще большему усилению американской валюты. Я на это очень сильно надеюсь. У нас на этой неделе завтра еще отчет по ВВП. Как я и отмечал ранее, отчет ВВП – это, опять же, эффекта осклаченной показателей ключевых секторов. Мы их анализировали неделями ранее. Прогресс также был очевиден. Не буду повторяться, опять же, по отдельным показателям промышленности в сфере услуг. Если вам интересно, можете посмотреть, опять же, по истории экономического календаря. Но у нас есть уже понимание то, что ВВП, скорее всего, будет снова очень хорошим. И с этим отчетом по ВВП мы с вами уже плавно переходим. А в следующую неделю готовимся ко вторнику. Потому что 31 января состоится очередное заседание американского регулятора, где снова будут говорить о процентной ставке. Конечно же, вероятность того, что ставку изменят и повысят снова сейчас, она крайне низка. Я допускаю то, что следующее решение о нормализации денежной политики последует уже ближе к концу первого полугодия. Но каждый раз, когда мы с вами будем следить за ФРС, мы будем уверен вместе с представителями американского регулятора говорить о тех позитивных макроэкономических данных и по-прежнему сохраняющихся условиях того, чтобы ФРС двигался по пути жесткой монетарной политики. Вот почему сейчас доллар остается по-прежнему очень интересным инструментом с точки зрения покупок. Я ни в коем случае не рекомендую вам рассматривать трейдинг, к примеру, по паре доллар и иена с точки зрения продаж, потому что эта валютная пара будет расти. Краткосрочно, может быть, мы еще немного спустимся, снизимся. Но я верю то, что 120 иен – это как раз та цель, которая будет реализована. И ожидание этого не только субъективный подход, но просто хочется видеть пару там и американца. У этого есть основания, о которых я говорю вам каждый день и, надеюсь, кого-то убедил в том, что доллар туда и пойдет. Евро против американца. Сейчас котировки у нас 1,0754. Мы видим то, что по-прежнему основной движущей силой для европейского валюты является американец. Пока на статистику обращать внимание не стоит, но ни одного действительно отчета. Сейчас европейского происхождения нет возможностей и достаточно сил, чтобы оказать влияние на евро. Потому что здесь куда более крутой фон, связанный с США. И еще уже факт озвученных мягких комментариев со стороны Европейского центрального банка, но еще и политическая тема риски, о которых мы пока не говорим, потому что это не совсем сейчас актуально. Мы как только станем ближе к тем же самым выборам во Франции, тогда и перелучимся на эту тему. Но в целом по евро я снова повторяться не буду. Полагаю, что для европейской валюты даже отметка 1,08 является такой пиковой, экстремальной. Надеюсь, что до туда не доберемся. И если доллар все-таки покажет свой характер сейчас, то очень быстро пойдем вниз. Функт против американца. Котировки 1,2659. У нас практически добрались до планки 1,27. Я думаю, что можем попробовать даже поставить профиты повыше 1,2750 или даже 1,28. Вот здесь субъективное у меня предположение, что игра на понижение пойдет. Но, опять же, скорее всего, с уровня 1,28. Велика сейчас волна оптимизма, которая продолжает распространяться по британцу. Это, опять же, резонанс от конференции Терезы Мэй, решение суда Великобритании. Мы об этом вчера подробно говорили. Единственное, что я хочу отметить, то, что суд Великобритании сделал акцент еще на то, что законодательный акт процедуры Брэзита будет вынесен на рассмотрение в парламент. Это уже неизвестно и принято. Возможно, даже уже сегодня. Ну, крайний срок – это конец следующей недели. Но вот сейчас на рынке обсуждают даты сегодня-завтра. Что это значит? Это значит то, что голосование и сама процедура выхода Англии из состава Европейского Союза станет предлогом обсуждения тех законодателей, которые изначально до Брэзита и до референдума выступали за то, чтобы Англия должна остаться в составе Европейского Союза. Я считаю то, что голосование в парламенте, особенно в двух палатах – это правильное решение. Нам удастся избежать и сам факт голосования, то, что исключает вероятность промежуточных каких-то предварительных соглашений сделок. Сделка будет окончательной, соглашение должно устроить всех, на то, оно и проводится голосование. И я считаю то, что процедура будет максимально чистой. Но прежде чем, опять же, будет иноциирована 50-я статья, пройдет еще достаточно много времени. Не знаю, как рынок отреагирует, опять же, на ожидание запуска этой статьи, не знаю. Может быть, Тереза Мэй изменит о своей позиции. Пока ждем отметку 1.28, пользуемся подаренной возможностью со стороны рынка. Если фунт нашел позитив в фундаменте, давайте пока также будем пытаться добраться до отметки 1.28, но не выше. Как только даже зацепимся за 1.2750, я рекомендую выходить из делок и ждать дальнейшей оценки ситуации. Австралийц, несмотря на слабые данные по индексу потребительских цен, вчера просел, но под конец дня практически отыгрался. Я думаю, что это было связано с прогнозом ФИЧ по поводу того, что мировая экономика в этом году прибавит 2.9%. Соответственно, рост мировой экономики – это то, что повышает спрос на сырье. Будучи сырьевой экономикой, Австралия, конечно же, от этого выигрывает. Ну, честно говоря, аргумент потянут за уши. Это так, для общего сведения, развития, для общей информации. Австралийц будет, безусловно, дисконтировать все-таки риски слабой статистики, низкой инфляции и последних данных по ОВП. Поэтому, как и раньше, я считаю то, что если вы хотите торговать австралийцем только с точки зрения распродаж, если хотите дождаться более-менее оправданного уровня, ну, тогда лучше сейчас наблюдать за ним и ждать, пока пара от USD вернется в район 0.72. Золото у нас продолжает снижаться. Здесь инвесторы видят, что происходит на фондовых рынках. То есть, они растут и понимают то, что основные деньги кроются у Трамп. Поэтому смысла сидеть в золоте пока что нет в этом хайджуном инструменте, который не дает никакой другой прибыли, кроме как изменения на минал. И вроде бы как с Трампом ситуация, с одной стороны, и неопределенная, но в то же время ясности становится больше. И вот мне понравилась формулировка, то, что ясность для рынка – это самый настоящий кислород, которым пользуются, которым начинают жить и, соответственно, набирая обороты, стремятся на обновление новых айов. Вот на американском фондовом рынке сейчас именно это и происходит. Доун Джонс вообще превысил этот психологический план в 20 тысяч пунктов. СНП у нас сейчас уже котируется, друзья, на отметке 2298,2. Наша цель с вами, помните, 2300. То есть, можно сказать, что в этом плане мы молодцы, уже коснулись нашей цели. И спасибо снова Трампу. По золоту идем ниже. Наша прежняя цель уже сначала 1150 долларов за тройскую унсу, а потом и 1100. Из важных событий сегодняшнего дня в 12.30 ВВП Англии, в 16.30 классический отчет заявки на пособие по безработице в США и в 17.45 еще отчет по активности в сфере услуг, который предваряет завтрашние данные по ВВП. Жду поддержки для доллара и надеюсь, что сегодня американец перед ВВП и перед заседанием ФРС, ну, наконец-таки, сможет приблизиться, будем надеяться, в район 115 иен против американца. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, не забывайте, что их можно задавать на нашем форуме амаркетс, либо на канале на YouTube. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.